Привет сноубордистам! Это вторая часть про ботинки 32. Теперь конкретно мы поговорим про термоформ. То есть 32 делает все свои валенки с термоформом, и грех не воспользоваться термоформовкой. Что значит термоформовка? Вы нагреваете ботинок, внутри этого ботинка есть некая пена, которая при нагреве становится мягче, и вы можете таким образом все особенности вашей ноги, какие-то шишечки и так далее, передать этой пене. Она потом немножко застынет и, соответственно, примет форму вашей ноги. Делается это либо в магазине, в магазине соответствующее должно быть оборудовано. То есть это либо фен, вот как представляет 32 для нагрева ботинок, то есть он его вставляет в ботинок, и он изнутри нагревается. Либо это бывают печки, такие квадратные ящики, куда вы должны будете вставить свои внутренние валенки. Но тут у них есть минус, что вам этот внутренник придется вынуть, и потом вставлять обратно уже нагретый. Это не очень может быть комфортно, поэтому, наверное, с такой феном будет немножко проще. Также нужно вытащить стельку из ботинка при термоформовке. И отдельно мы еще потом поговорим про то, как это можно сделать дома, в домашних условиях, если вы купили ботинки по интернету, а у вас нету нигде магазина с какой-то там специальным оборудованием. Сначала поговорим про термоформ в магазине. То есть мы уже знаем, что у нас есть фен или какой-то шкаф. Для термоформовки нам понадобится фиткит. Вот так вот выглядит фиткит от бренда 32. Я не знаю, другие бренды делают или нет, но 32 это специально сделано для магазинов. Для магазина достаточно иметь один такой фиткит для термоформовки. Что в нем есть? В нем есть такие мысочки. Они достаточно объемные, имеют толщину, наверное, миллиметров 5, может быть, 6. Чем больше вам нужно сделать объема у передних пальцев, ну, у передних пальцев, у пальцев впереди, тем большую насадочку вам нужно надеть на мысочек. То есть поняли, да, что здесь придает объем, и когда вы в разогретый валенок, в мягкий, вставляете ногу, он застывает именно по вот этому внешнему объему. Потом вы, конечно, это все снимаете и получаете дополнительный объем спереди. Это, наверное, самый важный момент в термоформовке, потому что все остальные особенности, какие-то шишки и так далее на ноге, валенок и так усвоит. То есть эта пена, которая находится внутри ботинок, работает, в общем-то, не только с нагревом, феном, она, ну, intuition foam называется, то есть она принимает все равно ту форму особенностей вашей ноги, которая у вас есть. И, в общем-то, даже не обязательно... Если вы надели ботинок, и вы прям идеально себя чувствуете в нем, то, возможно, вам даже термоформ-то, собственно, и не нужен, а всякие какие-то мелкие вещицы, которые существуют на вашей ноге, они со временем вомнутся в этот внутренник. Хотя, если есть возможность, почему бы ей не воспользоваться? Я бы даже рекомендовал вам ей воспользоваться. Прежде чем сделать термоформовку, лучше всего надеть ботинки, затянуть их полностью и посидеть, походить, может быть, минут 10 по магазину и понять, где вам что поджимает, чтобы потом было с чем сравнить, когда вы сделаете процедуру термоформовки. Еще в этом же комплекте есть чулочек. Вам нужен именно тот носок, в котором вы собираетесь кататься. Значит, вы одеваете эту чашечку, натягиваете сверху чулок. Все, включается в розетку, нажимаете 10 или 15 минут. После того, как все прогрелось, вынимаете фен, вставляете обратно стельку, аккуратненько, потому что там будет достаточно тепло. Ну и надеваете ботинок. Минут 10 вы ждете, пока пена остынет и застынет. Соответственно, потом снимаете всю эту конструкцию и получаете уже дополнительный объем на мыске. Ну и, в принципе, особенности вашей ноги все это дело будет учитывать. Это что касается термоформа в условиях магазинных. А что касается, если вы купили ботинки в интернету и у вас таких приборов нет, вам нужно сделать себе такой мысочек, вам нужно взять чулочек. Из чего делается мысочек? Вы можете взять свои старые носки, ну, такие спортивные, толстые, да, обрезать у них мыски раз, два, и оба этих мыска надеть на одну ногу. Возьмите там чулок или, я не знаю, гольф у жены или у девушки или сходите в магазин купите тоненький, капроновый, чтобы он не увеличивал размер ноги, объем. Точно так же вот эти обрезанные носки надевайте, надевайте сверху этот чулок. Можете там четыре носка использовать, я не знаю, если вам мало. Ну, то есть, понимаете, да, вы можете этот объем сделать за счет каких-то других средств. Весь процесс происходит так же, но вопрос, каким образом надо нагревать в домашних условиях этот ботинок. Я лично думаю, что есть два таких достаточно простых способа, хотя они, наверное, не самые легкие. Один из них так вообще достаточно сложный, не в плане сложности, а в плане, что надо очень тонко контролировать процесс. Вы можете просто вынуть эти валенки, вынуть стельки и валенки положить в духовой шкаф, который будет их нагревать. По всей вероятности, использовать лучше всего какой-то не очень большой нагрев. Желательно, желательно, конечно, иметь какой-то градусник, температуру, измерять, измерять, чтобы не расплавить эти ботинки. Я видел на канале у одного нашего хорошего знакомого и друга, который тоже такой фанат технических всяких вещей, как он делал это у себя дома в духовке. Во-первых, он эти валенки положил на деревяшку, чтобы они не касались железок. То есть, тут главное, что главное, не расплавить их до какого-то киселя, чтобы они все утекли и сгорели. То есть, это очень тонкий момент, нужно учитывать. Есть еще один способ, который я тоже посмотрел в интернете. Сейчас мы как раз попробуем сравнить, чем же отличается, например, этот способ от того, как мы это сделали бы в условиях магазина. Для этого мы будем делать плов. Это рис. Понадобится нам где-то 2 килограмма риса, наверное, и старые носки. То есть, мы берем рис и засыпаем носки. Мы высыпаем одну пачку в один носок. То есть, в принципе, килограмм риса, даже тут не килограмм, а 800 грамм, вошло вот в такой длинный, спортивный носок. Даже, в общем-то, можно было, наверное, чуть поменьше насыпать. Ну и пытаемся его теперь завязать. Так, и засыпали вторую пачку. Вторую я чуть-чуть меньше засыпал, чтобы немножко посвободнее. А то у нас первая колбаска получилась такая достаточно плотная. Здесь будет чуть-чуть посвободнее. Нам важно, чтобы этот рис попал сюда на мысок ботинка. И теперь наша задача сравнить, какая температура будет в ботинке, когда мы будем использовать термоформ, и какая температура будет внутренника, когда там будет нагретый рис. В общем, сейчас мы включим фен на 15 минут. Рис в микроволновке разогревается где-то на мощности 700 можно минут на 7 поставить, на мощности 900 достаточно, наверное, будет 5 минут, на мощности там больше 1000 достаточно 3 минут. То есть он, в принципе, должен быть достаточно горячий, и когда вы будете вынимать, возьмите что-нибудь, какие-то перчатки, варежки, чтобы не обжечься. Все, мы включаем наш фен на 15 минут. И сейчас пойдем разогреем в микроволновке вот этот рис. Работает? Так, сейчас попробуем разогреть рис в микроволновку. Кладем наши носки. Микроволновка у нас, по-моему, максимальная мощность у нас 900. То есть на 900, я думаю, что, наверное, минут 5, наверное, хватит разогреть. посмотрим сейчас, что у нас тут получилось, до какой-нибудь температуры разогрет поверхность. Поверхность носка в микроволновке 60 градусов. То есть, в общем-то, достаточно хороший нагрев. Ну что ж, понесли наш плов в нашу импровизированную студию. Так, вот даже пар от него идет, от нашего плова. Сначала мы вставим носочек такой менее тугой, чтобы он провалился лучше в мысок ботинка. тугая. А сверху уже второй. Тоже немножко подтянем, чтобы было потуже, чтобы меньше тепла выходило. и нужно сверху чем-то прикрыть, зафиксировать, чтобы не выходило тепло. Ну, можно тем же носком другим. Можно просто прижать, допустим. Так, вот наш фен отработал свои 15 минут, и сейчас мы замеряем, до какой температуры у нас нагрелся внутренник. Внимаем аккуратненько фен и измеряем. 68 градусов. В общем-то достаточно хорошо он нагрелся. Ох, он нагрелся хорошо. Да, он действительно внутри прям совсем мягенький. То есть, в общем-то, теперь вы вставляете туда ногу со всеми вот этими молдингами, пришпиленными чулочками, и завязываете, туго затягиваете, так как вы будете кататься, и 10 минут даете отдохнуть, чтобы валенок принял форму и застыл. Так, теперь мы ждем второго ботинка, разогреваемого рисом. Я думаю, ему еще минут 5, наверное, постоять надо. Так, ну вот, вроде время пришло. Разбираем нашу конструкцию. Посмотрим, как тут у нас плов. Такой рис все еще достаточно горячий. И теперь замеряем температуру, до скольких нагрелся внутренник. нагрелся он до 56 градусов. Ну, что, в общем-то, достаточно сопоставимо с тем, что мы делали феном. Понятное дело, фен нагревает лучше, но 56 тоже хороший достаточно градус для такого дела. В общем-то, чувствуется, что там все мягенькое, да, все очень сильно размякло, так что вот это проверено собственным опытом. Носки с рисом работают, поэтому вы можете спокойно этим пользоваться дома, купив ботинки в интернет-магазине и сделав, так скажем, термоформ с использованием подручных средств. Еще раз напомню, надо будет вынимать стельки, потом, перед тем, как вставить ногу в стельку, не забудьте туда вернуть. Процесс термоформовки с этими ботинками можно делать неоднократно, но, собственно, если вы сделали уже один раз для себя под себя, то делать его повторно никакого, конечно, смысла нет, но если, например, вы ботинки продаете кому-то, то новый покупатель может спокойно термоформовку произвести второй раз, и третий, и четвертый. Я, честно говоря, не знаю, какой у них лимит, но я думаю, что совершенно несколько раз, раз пять, вполне можно сделать такую термоформовку, и, собственно, до конца жизни этих ботинок этого вполне, скорее всего, хватит. В общем, вы все видели, всем привет, всем хорошего сезона, надеюсь, снега будет, всем пока, приходите в магазин сквот. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok